В 2016 году я считаю, что одним из приоритетных направлений в городе Мариуполь это будет борьба с незаконной продажей спиртного. Почему это проблема? Я считаю, что на сегодняшний день на Мариуполь проблема номер один. Если взять немножко статистики, то буквально за 2015 год более 300 правонарушений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Более 300. А здесь имеют факты совершенных и тяжких преступлений, и резонансных, и особо тяжких. Немножко статистики. На протяжении 2015 года сотрудниками полиции было выявлено и сдокументировано 769 плюс 377 по сравнению с прошлым годом нарушения торговли спиртными напитками без лицензии. В отношении лиц, которые осуществляли продажу, составлены административные протоколы. Административные протоколы заставлялись по статье 156. Я вам доведу, что это за статья 156. Это нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями. Санкции, которые предусмотрены этими статьями. Первоначально, если это изымается, то штраф от 850 гривен до 3400 гривен. С компенсацией предметов торговли и выручки. Полученная продажа предметов торговли. При повторном выявлении нарушений в течение года в отношении одного и того же лица предусматривается штраф минимум 2550 гривен до 4250 гривен в конфискации предметов торговли. Сейчас мы находимся в прифронтовой зоне. 12-километровая прифронтовая зона. В городе больше чем 20 тысяч военнослужащих. И проблема продажи или отпуска спиртного гривен служащих также имеет проблему в нашем городе. Также у нас есть распоряжение руководителя сектора М и начальника главного управления национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Васильевича Огольского. Распоряжение о том, чтобы в канун нового года провести оперативно-профилактическую отработку города Мариуполя по предупреждению продажи спиртных и алкогольных напитков, в том числе и военнослужащих. И дабы сохранить нормальную и стабильную оперативную обстановку, чтобы не допустить продажи спиртного военных, с 14 декабря проводились оперативно-профилактические отработки. Я вам приведу цифры. Буквально только за 20 дней проведения отработки 68 торговых объектов города, это киоски, павильоны и другие питерные заведения, были выявлены нарушения. В отношении этих лиц будет составлен административный протокол по ст. 156, 2 административного кодекса. Субтитры создавал DimaTorzok